всем привет друзья подождем немножко пока все присоединятся сегодня мы с вами на эфире рисуем вот такой вот красивый букет букет мороженое кто как хочет думает над этим референсом да ну по мне просто такие красивые вкусные цветочки которые у нас находятся в таком вот очень вкусненьком вафельном рожке у меня к сожалению не смогла распечатать референс поэтому будем ориентироваться на такой мой цифровой референс вы тоже обязательно ориентируйтесь на свой референс и пока мы все присоединяемся потихонечку я немножко расскажу о себе кто еще не знает я впервые вышла в прямой эфир из аккаунта doodle and sketch я являюсь преподавателем doodle and sketch и на сайте вы можете найти мой курс новый который вышел совершенно недавно в декабре или в ноябре где я рисую розу очень живописную красивую розу в стиле реализм и вы в принципе тоже можете научиться рисовать легко глядя как это делаю я нарисовать от простого к сложному такую же красивую розочку ну а сегодня мы с вами порисуем тюльпаны до скоро уже весна ну может быть она не совсем скоро но во всяком случае уже какое-то после новогоднее предвкушение весны уже должно у нас присутствовать скажите как у вас есть уже какое-то предвкушение весеннее у нас пока 30 градусные морозы дети даже не ходят из-за этого в школу отменили на два дня уроки какие-то лютые морозы по замерзали машины в общем как у вас но я думаю что это знаете как в стихах что последние морозы не дают заступить весне ну конечно весне может быть и рановато говорить еще полтора месяца впереди но тем не менее хочется немножко развеять новогоднюю тематику аккаунтов немножечко развеять цветами такими свежими красивыми но не забывать о морозах да поэтому немножечко ассоциация с мороженым с чем-то холодным все-таки присутствует всем привет кто присоединяется меня зовут белоушка юля я дипломированный художник и уже более двух лет я веду именно свою преподавательскую деятельность рисую я спиртовыми маркерами и мой аккаунт да вот этот вот мой аккаунт где вся моя жизнь вся моя деятельность проходит творческая именно в этом аккаунте поэтому можете себе записать и заходить в гости смотреть на мои работы которые я рисую в своем аккаунте выкладываю а также можете тоже узнавать о том чему я учу читать мои посты в общем милости прошу но пока еще вот смотрю активно присоединяются люди но напишите пожалуйста кто сегодня со мной планирует рисовать маркерами напишите пожалуйста кто рисует маркерами а кто может быть впервые только вот зашел посмотреть что это такое сложно ли это или не сложно немножечко напишите всем очень рада буквально вот пару минуток уделим нашему общению и знакомству и в принципе начнем рисовать достаточно несложная композиция но очень живописная нежная и и мы будем с вами поэтапно разбирать все все от самого начала как мы с вами будем располагать этот букет тюльпанный у нас на листе до самого последнего штрихка доработки деталей да мы все это с вами проработаем прорисуем вот есть у нас кто первый раз есть мои ученики уже которые у меня на курсах обучаются вот отлично но я буду стараться конечно сильно не спешить но опять же мы все-таки работаем с вами в рамках эфира это прямой эфир до время немножко ограничено ну как бы так вот чтобы сильно не затягивать главное старайтесь уяснить принцип да и этот принцип я вам здесь буду наглядно показывать я уже буду откладывать вот вот это вот мы получим с вами в итоге нашего эфира вот я уже подготовила лист а 5 формата у меня бумага color copy mondia есть можно брать бумагу колотек которая тоже плотностью сейчас покажу вам саму пачку вот у меня это сейчас color copy сразу да потому что знаю будут вопросы вот такая вот у меня бумага но мои ученицы запись будет но я надеюсь что она будет мои ученицы открыли бумагу колотек такая желтая упаковка тоже принцип такой же у этой бумаги она тоже для лазерного принтера плотный 160 грамм очень гладкая многие производители скетчбуков используют эту бумагу это австрийская бумага и она идеально подходит для маркеров но вот мои девочки говорят о том что колотек даже лучше чем вот эта синяя color copy но это color copy она тоже шикарная и она тоже многие возможности для нас раскрывает в рисовании поэтому можете если не найдете колотек берите color copy mondia и не прогадаете абсолютно либо берите скетчбуки очень мне нравится скетчбук скетчмаркерс там тоже такая же бумага плотность 160 грамм единственное что нюанс да вот эта бумага на односторонняя то есть вы только рисуете на одной стороне вторая пропитывает видите как можно нужно обязательно подкладывать листочек либо вот я складывала 4 лист пополам и я не боюсь что у меня куда-то пропитается да если вы хотите из этой работы сделать какую-то открытку ну вложите еще сюда какую-то промокашку до чтобы у вас чернила маркерные не про не пропускали на другую страницу но это обязательно учитывайте и не забывайте это важно и иногда можно испортить какой-то но чистый лист в скетчбуке например да но чем хороша бумага в таких пачках больших там 250 листов и если вы только начинаете учиться вы не вы не будете бояться испортить лист вы не будете бояться испортить скетчбук то есть это очень так вот удобно экономно и вам этой пачки может хватить ну чуть ли не на год поэтому вот такой вот лайфхак то есть бумага такая для начинающих вообще идеально ну а мне как вот я провожу эфиры провожу обучающий записываю уроки для меня тоже эта бумага идеально подходит то есть не надо там скетчбуки скетчбук может закрываться неудобно когда если большой толстый скетчбук вот здесь руки они очень бывает цепляется рука поэтому бумага идеально итак небольшое вступление сделали да такие важные моменты потому что я знаю что будут будут вопросы обязательно я вот здесь вот положу свой референт до телефончик с букетом могу даже чуть-чуть вот еще увеличить вот и будем начинать с чего с чего первую очередь мы начинаем до анализируем эту работу ну такая композиция центрированная да то есть у нас букет расположен по центру нашей картинной плоскости и для того чтобы ну желательно до чтобы мы красиво закомпоновали этот букет у нас на листе мы должны выявить пропорции в первую очередь да как мы их выявляем обычная ну мысленно можно да можно если у вас допустим распечатка референса вы проводите вертикали да по самым выступающим частям рисунка намечаете вертикали вот такие да то есть самые выступающие части берете по ширине и точно также горизонтальные линии по по высоте то есть вот здесь вот намечаете да у вас получается некий габаритный такой вот прямоугольник с прямыми углами именно да и вы начинаете замеряете вот эту самую широкую часть да берете вот так можно на глазочек карандашиком и смотрите сколько эта ширина помещается у вас по высоте вот у меня раз-два ну фактически две ширины до когда допустим у вас бумага не бумага когда у вас бумажная распечатка удобнее немножко замерять когда в телефоне просто аккуратней чтобы не сдвинули рисунок то чтобы правильно выверили пропорции можете на любом этапе вот допустим нарисуете в карандаше и вы себя можете перепроверять дальше компонуем но обычно немножечко больше места сверху до уступаем место всегда для того чтобы у нас был воздух на работе чтобы ни один ни одна выступающая часть не прилипла у нас краю до очень часто бывает когда начинающий художник рисует низ не не учитывает пропорции не учитывает вот эту компоновку и рисует сразу с цветов с горшка там с с чего-то да и в итоге потом либо здесь тесно либо здесь не влазит либо по бокам что-то куда-то уехала для этого у вас есть вот этот габаритный контейнер я намечаю то есть я пропорции выявила да вот я теперь на глаз примерно выявляю вот эту вот свою ширину и теперь примерно до смотрю сколько вот видите не влазит у меня эта ширина значит чуть-чуть по ширине я немножко сужая можно еще взять нашу картинную плоскость ведь весь этот лист и провести такую ось центральную да на которую мы тоже будем ориентироваться вот чтобы у нас букет был по центру с большего вот я по высоте взяла и теперь мне нужно так скомпоновать вот у нас есть ширина до ищем ищем вот это соотношение я беру замеряю вот раз ширина и мне нужно второй раз чтобы эта ширина тоже многовато я еще чуть-чуть чуть-чуть еще зауживаю здесь на что у меня букетик хорошо в лес потом если что мы можем какие-то верхние цветочки если они могут вылезти это ничего страшного да вот опять беру раз раз примерно вот так все на глазочек вот теперь вот хорошо теперь в мою высоту я хорошо вписалась я теперь убираю вот эти вот боковые мои засечки да они мне уже не нужны я дострою свой габаритный контейнер и дальше мы начнем набрасывать сам букет будем называть его букетом да потому что это и не вроде как и не морожено до цветы живые но очень такая оригинальная весенняя весенне-зимняя такая работа именно вафельный рожок говорит о том что о чем-то таком холодным что там морожено вот и у нас смотрите идет такой вот конус да так смотрю если есть вопросы конечно буду стараться следить на если вдруг какие-то вопросы будут хочу рисовать но не умею вот берите карандаш и учитесь просто на каких-то листочков бумаги и тренируйтесь там теперь смотрите что дальше я буду делать да у меня есть вот у меня есть вафельный рожок здесь какая-то часть я сама для себя выбираю ориентиры на что я буду дальше ориентироваться в построении если я вот здесь вот по центру провожу такую мысленную о симметрии до взял и закрылся у меня референс вот про что я говорю что мы когда трогаем вот я возьму линеечку вот так вот да вот у нас ориентируясь на вот этот кончик рожочка у нас как бы по центру и такой ориентир вот я так параллельно до параллельно краям провожу и смотрю для себя вот у нас вот это вот уголочек вот этой вафельки по центру находится и я беру тоже замеряю пропорции то есть примерно вот уже даже на глаз можно видеть примерно образно пополам можно до где-то на середине но когда я выверяла первый свой рисовал образец вот это вот часть вафельная она немножко меньше чем вот это то есть принципе здесь пополам мы не можем поделить чуть чуть ниже вот если здесь возьмем серединку чуть чуть ниже здесь где-то примерно будет вафелька вот и дальше смотрим опять же вот такой классный способ когда мы смотрим вот этими вертикалями да когда такими мысленными вертикалями линиями проверяем да где вот рожочек у нас будет заканчиваться да то есть он нет нет не доходит до контейнера этого габаритного чуть чуть не доходит не я начинаю уже потихонечку вот он тут у нас тут у нас мы выверили что здесь должно быть у нас вот это вот сама вафелька да здесь через вот этот центр идет сюда и тоже примерно так симметрично себе вот этими вертикальками да сейчас мы будем выстраивать с вами вафельный рожочек вот но пока я ничего не прорисовываю не застреваю долго на этом рожке да я его пока просто намечаю и вот мы смотрим да здесь себе наметили дальше он там идет как-то он там да мы его не видим но мы должны его все равно немножечко для себя достроить как там идет этот вафельный рожок как он там завернут я немножко для себя его намечаю вот и теперь смотрим так чтобы вот этот вот именно вот до чтобы шло вот этот заворот хорошо шел красиво и чтобы он там нигде у нас не терялся пока набрасываем где-то примерно вот даже повыше еще и там он где-то у нас то есть такой поиск начинается у нас да если чуть-чуть сильно много линии подтираете чтобы потом сами в них не запутались вот пока такой более-менее конвертик он такой немаленький да но мы ориентируемся с вами на эту точку теперь у нас практически по центру здесь то у нас здесь есть тюльпан и он такой на переднем плане большой где-то примерно смотрите вот тюльпан по высоте до на середине и вот здесь тюльпан они примерно как пополам здесь если разделить наш габаритный контейнер здесь по высоте добрый вечер всем кто присоединяется мы еще только начинаем рисовать да вот здесь намечаю первый тюльпан да здесь вот где-то будет даже если чуть-чуть он выйдет сюда до своими какими-то лепесточками не страшно второй тюльпан смотрим здесь можем уже конвертик чуть-чуть уточнять на как он тут идет и здесь вот уже смотрите я чуть-чуть почищу чтобы сильно не было какой-то там мазни сюда 2 и смотрим да вот этот тюльпан он повыше этого да вот этот тюльпан на заднем плане повыше он такой сам по себе бутон повыше я его здесь намечаю пока ничего не не прорисовывая с этой стороны желтенький тюльпанчик да он еще немного повыше и он прямо здесь вот если где-то что-то прям ну совсем не очень точно это тоже не страшно даже если вы внесете какую-то свою какую-то свою там нотку ничего страшного вот этот тюльпанчик достраиваем да он где-то вот идет и он не сильно большой даже очень он на заднем плане он немножко будет меньше да здесь то есть мы с вами красиво композиционно усаживаем все в этот вафельный рожок и вот здесь вот идет такой достаточно большой цветок смотрим смотрим как этот цветок выступает и за вафельку да то есть он и за вафельку немножко заходит то здесь вафелька может у нас быть чуть-чуть поменьше да вот мы ее сейчас раз раз можно саму вафельку выявить по пропорциям да чтоб более точно можно больше глазомером пользоваться так ну и вот теперь мы смотрим да вот у нас больше вот этот вот желтенький тюльпанчик так по центру вот этот немножко его перекрывает как раз таки и теперь начинаем уточнять уже начинаем уже немножко уточнять то есть больше бегаем глазами и начинаем уже уточнять все контуру какие-то и подчищать за одну вот эти линии то есть уже линии габаритного контейнера будем убирать да я привстану и вы тоже при встаньте то есть мы с вами вот здесь вот прорисовали вот эту вот такую вот она как бы для нас будет играть о симметрия наш ориентир она идет по центру картиной плоскости да и мы ориентируемся на нее зачем для того чтобы у нас рожок не завалился ни вправо ни влево ник никуда не не приклеился да то есть вот мы с вами ограничили свою рабочую поверхность где у нас красиво будет сидеть наша композиция и что самое еще важно если вы хотите из этого сделать открытку вы можете еще пониже опустить до немножко допустим сюда ниже чтобы сверху надпись нам написать либо наоборот в наверх поднять до снизу надпись либо сместить вправо либо сместить влево если хотите написать надпись по бокам то учитываете это сразу они потом то есть а для того чтобы это учитывать вот пользуйтесь вот этими вот габаритными такими вот я их называю контейнерами это у меня еще из 3d max а когда я занималась там были именно габаритные контейнеры но они правда 3d вот но мне очень нравится это понятие и я его использую даже и вот живописи маркерами и теперь я начинаю уточнять тюльпаны тюльпаны достаточно такие живописные цветы у них очень красивые градиенты плавные переходы цвета и я начинаю будем стараться чтобы была запись будем стараться но instagram такой товарищ что от него можно всего ожидать поэтому пока рисуем вот у нас уже 20 минут эфира прошло и мы уже с вами подчищаем карандашный набросок теперь уточняем все детали самого самих тюльпанчиков да вот здесь вот у желтенького тюльпанчика передний листочек посмотрите насколько они все по-разному сложены эти тюльпаны вот здесь вот вот так немножко заходит то есть сейчас я бегаю глазами от референса к своему рисунку сравниваю уточняю да но стараюсь все придерживаться своего карандашного наброска чтобы ничего у меня никуда больше не улетела и никуда не вылезла так особых каких-то деталей лучше не прорисовывать прям вот какие-то прожилки в карандаше потому что тюльпаны желтые это самый светлый цвет в цветовом круге ну и вообще в принципе то есть вот если вы плохо карандашик сотрете как здесь у меня видите вот поближе вам поднесу видим до карандаш есть есть художники которые нарочито оставляют этот карандаш специально но им так нравится если вы не любите то максимально убирайте клячкой карандаш я не зря в перечне материалов указала чтобы была клячка да что такое клячка это вот такой вот пластичный материалка работает по принципу ластика то есть можно им и вот так стирать но чем он классный что он аккуратно деликатно если вы так пропитывать карандашик да он его аккуратно забирает вот и таким образом можно его прямо практически на нет до запись я уже про запись сказала будем стараться чтобы она была вот потому что многие просили у кого-то 7 часовая даже разница мне писали директ чтобы сохранили но будем стараться вот видите я теперь уже подчищаю работу принципе здесь по построению ничего сложного нету главное следите за тем чтобы у вас соблюдалось равновесие чтобы композиция была такой устойчивый но здесь она не очень устойчиво потому что это рожок но чтобы она не заваливалась в любом случае чтоб она была такой вот аккуратный до чтобы никаких перепадов резких не было я сейчас вот просто буквально основные зазоры замечаю и убираю лишние линии карандаша чтобы они уже потом нас не отвлекали нам не мешали немножко забираю сам эскиз то есть вот так вот почищаем и готовим работу к закрашиванию потому что если мы где-то что-то упустили ну карандаш не подтерли а маркером по нему пройдемся то маркер зафиксирует карандаш и все и он уже останется если например какая-то работа темная то это не так страшно но когда идут идет речь о светлых тюльпанов то карандаш будет виден я вам уже это показала так так теперь самый главный на переднем плане здесь у него такое основание такого даже немножко напоминает прямоугольная можете тут даже какую-то свою творческую фантазию в лепестках проявить потому что не везде четко видно как там что куда переходит если любите более четко тогда увеличивайте reference и смотрите уже более так анализируйте более глубоко вот и теперь я уже здесь немножко вот смотрите заходит рожок наверх да и он нам демонстрирует толщину толщину рожка вафельки самой и почему я вот здесь вот проводила до дугу чтобы была логика до чтобы у нас вот здесь не было выше чем здесь например да чтоб была какая-то симметрия что они действительно там эти стенки сойдутся как положено они будет ощущение что здесь низко а здесь уходит вот эта вафля вверх и получается что либо тут все сломано либо ну как-то немножко будет не очень логично и теперь я вот здесь вот уже начинаю работать с вафелькой да и вот здесь уже форму немножко такую неровную край до уточняю вот а уже самую толщину мы потом тоном будем прорабатывать привет привет всем кто присоединяется так вот так вот сверху вниз постепенно спускаемся подчищаем работу вот старайтесь не давить сильно карандашом я сейчас давлю посильнее чтобы вам было лучше видно на самом деле карандашом стараюсь практически не работать смотрите вот у тюльпанчика есть центр бутона да и вот тут немножко я себе наметила и дарить дорисовываю стебелечек больше там стебельки нигде не видны потому что там такая глубокая тень вот немножко стебелек наметили так здесь уточняю контур вафли она тоже такая не не сильно идеально ровная но вот смотрите вот здесь вот идет конвертик заворачивается здесь немножко вот эта часть будет более немножко будет выступать да по отношению к этой я думаю что это понятно да то есть показываем объем вот подчищаем и мы можем с вами сейчас в карандаше посмотреть как клеточки эти прорисовываются но все-таки лучше сразу маркером чтобы не мазюкать но принцип такой что мы прорисовываем вертикальные линии да то есть как клеточку намечаем даже можно сразу и толщину наметить но я не хочу карандашом сильно мазать и чем краям расходятся то есть передний план будут клеточки пошире и чем они расходятся по бокам по по законам перспектива они как бы сужаются и вот здесь вот идут тоже эти клеточки и они как бы идут там на сужение и дальше смотрим как идут вот эти перпендикулярные линии и тоже намечаем буквально очень легко просто намеком потому что основная работа будет все-таки маркерами там и толщину надо будет показать вот так в общем то наш эскиз уже готов к работе с цветом у нас в посте были выкраски да у нас мама выкладывали reference выкладывали выкраску вот видите я уже здесь вот тут уже под нажала и у меня уже здесь плоховато стирается если плоховато стирается берите ластик то есть таким образом всегда имеете под рукой и клячку и ластик потому что клячкой хорошо работать если карандашом не давите если нужно хорошо поглотить карандаш не травмируя бумагу ластик очень бережно относится к бумаге вообще этот клячка очень бережно относится к бумаге в отличие от Ну, мы и видим, да, сколько мусора оставляет ластик, и вот я отру, клячка никаких следов не оставляет. Это если кто не знал, да, чем отличается ластик от клячки. Хорошая очень вещь. И очень древняя. Раньше художники, когда не было таких вот готовых красивых клячек, использовали хлебный мякиш. Все, готово, не будем долго затягивать. И теперь начинаем к закрашиванию, приступаем, да. Вот такая вот выкраска была уже выложена у вас. И мы сразу начнем работать с желтыми тюльпанами, да, чтобы сильно не, опять же, не затягивать процесс. То есть вот у меня самый светлый желтый 223, 224, 391. У меня это маркеры Fine Color. Вы можете точно таким же способом подобрать по палитре, по оттенкам. Светлый желтый, средний желтый, темный желтый. Я выбрала темный желтый, который ближе туда, к оранжевому. Почему? Потому что, во-первых, здесь фон розовый. И он рефлексирует на желтый тюльпан и немного дает оранжевый оттенок. Ну, так, привет-привет. Так, смотрю, кто что пишет. Стойте, я сильно быстро, может быть, рисую. Но запись сохранится, я надеюсь. И вы сможете пересмотреть, ставить на паузы и более уже осознанно дорисовывать все. Потому что на эфире ждать, пока мы будем с вами рисовать. Мы так будем с вами, мы можем рисовать, затянуть эфир на 3 часа, а то и больше. Вот. Так что начинаем поэтапное закрашивание. Самое главное правило от светлого к темному, да, постепенно. Вот так, развернулся. Я беру 223 оттеночек. У меня это браш, да, кисти, наконечники. Но это не имеет значения большого. Да, кистями, конечно, намного приятнее работать, чем пулей, например, да. Кажется, что ты больше, как будто ты красками рисуешь, да, акварельными кистями живыми. И вот я начинаю. Смотрите. Внимательно изучите, опять же, как вы закрашиваете. Вот у нас здесь есть, да, свет падает с этой стороны, слева, да. Как вот я смотрю на референс, слева стороны падает свет. Значит, с правой стороны здесь тень, собственная тень тюльпана, да. Вот здесь вот идет уже полутень, здесь идет свет. Свет и блики. Блики – это примерно где луч, место, где луч света падает под углом 90 градусов или близко к нему. Получается блик. Акварелью, конечно, получится. Да, можете просто смотреть и слушать. Это тоже очень полезно. Может быть, даже полезнее, чем сразу рисовать на эфире, скажу честно. Вот. Я потом, наверное, завтра выложу пост. И для всех, кто нарисует эту композицию, я тоже сделаю от себя подарок какой-нибудь. Так что придумаем с вами сейчас хэштег этого эфира, да. И я очень буду ждать ваши работы. Выкладывайте их у себя в аккаунтах. Отмечайте Doodle & Sketch, да, организаторов этого эфира. И отмечайте меня, конечно. Мне будет приятно. Я буду заходить к вам, лайкать. И мы придумаем в конце. Может быть, кто-то уже придумает какие-то хэштеги. Придумаем хэштег, который объединит все работы, по которым я буду ходить, смотреть. Вот. И что-то комментировать. И вот смотрите, я легким движением, как самолетик, поднажала здесь и на вылет. Прямо, знаете, как будто на взлет идет самолетик. Сверху и снизу. А вот этот вот высветленный участок, он тоже желтый. Он не белый, да. И он вот здесь вот у меня фактически все вот так вот покасательный. Я перекрыла нежно. А вот здесь, где у нас теневые стороны, я прошлась более плотно. Вот. И таким образом уже даже вырисовывается какой-то объем у нашего цветка, да. То есть вот здесь даже можно поплотнее. Здесь показываем сердцевинку. Да. Вот эту вот, вот видите, здесь тоже такая идет углубление, тень, да. У каждого углубления есть смысл, да. Есть так же, как и везде, на любом живом объекте, цветке или неживом объекте. То есть на любом объемном предмете все одинаковые законы света и тени, да. Не надо с каждым предметом изобретать велосипед. Главное запомнить принцип работы света, как падает, как образуется тень и что это такое вообще. И все будет получаться. Сразу будет рождаться объем. В маркерной живописи начинаем от светлого и постепенно набираем оттенки. Я, видите, уже перешла к следующему тюльпанчику. И вот этот тюльпан можно брать более темным, да. Пока поработаем с этими двумя. Я беру 224 оттеночек. Он потемнее, средний такой идет. То есть этот светлый, средний и потемней. И начинаю сразу прорабатывать, где идут тени, да. Но заметьте, вот смотрите, здесь, да, здесь видно, что идет тень, но еще идет и рефлекс. Отражение от соседнего цветочка. Розовый смешивается с темным желтым. Такой получается оранжевый немножко, оранжево-желтый. Мы его тоже вольем, но потом, когда будем работать вот с этим вот цветочком. И на эти нюансы, конечно, всегда обращайте внимание, анализируйте в начале работу, в конце. Обязательно анализируйте эскизную часть своей работы. Здесь фактически вот этим 224 эту сторону всю можно перекрыть. Вот. И вот здесь вот у нас такой зазор глубокий, да, здесь тень и вот здесь вот. То есть вот такой какой-то объем фактурный задали цветком. И вот здесь вот тоже начинаем проходиться. Привет-привет всем, кто присоединяется. И вот здесь вот тоже усиливаем. Здесь можно было поточнее немножко передать форму. Вот тут идет углубление. Да, и вот эта вот часть, вот эта часть в тени, а вот тут вот часть идет на свету. У меня немножко он просто узенький получился тюльпанчик. Вот. И там свет. Немножко здесь тоже перекрываем. Вот. И теперь можно взять 391, который потемней. И еще раз по теням пройтись, да. По самым. Какие-то показать еще там переходы, листочки, фактурки, да. Уточнить еще центр. И все такими легкими, касательными движениями. Вначале здесь можно посильней, поуверенней. А туда, к свету, мы как бы выпускаем самолетик, да. Наш маркер выпускаем в такой свободный полет. Вот. И чтобы не было таких сильно контрастных пятен, да, сразу, раз, и оно вылазит вперед. Я беру 224, прохожусь по этому темному 391, своему темному желтому, да. Я привыкла уже номерами, но у кого не не fine color и не такие номера, просто будем говорить с вами. Светлый, средний и темный. Вот я средним разбавляю темный. Если, например, перетемнили где-то темным, да, вы всегда можете взять светлый маркер, светлый желтенький, да, пройтись, размыть. Либо взять блендер, вымыть это пятно. Блендер это у нас такой нулевой оттенок, он есть в каждом бренде маркеров. Это маркер, который заправлен просто спиртом, с вот этим вот связующим, да, вот чуть-чуть можно размыть, и он высветлит вам это пятно. И теперь я 391 прорабатываю здесь вот второй тюльпанчик, усиливаю вот здесь тень, да, посильней. И перекрашиваю вот здесь вот. Пока этого будет нам достаточно, то есть мы с вами поработали, остальные какие-то рефлексы, там, какие-то тени, полутени, мы еще к ним вернемся, еще, конечно, с ними поработаем. Взяла средний желтый. Немножко здесь делаю более плавный переход, то есть пока все влажненькое, можно очень аккуратно делать плавные градиенты. А в тюльпанах этих градиентов, они отличаются этим красивым плавным градиентом. Теперь я беру 391 и перехожу вот к этому цветочку. Можно, конечно, здесь взять 224, вот здесь вот у нас самое такое высветленное пятнышко. Я могу его здесь проработать 224, можно даже и 223. Вот тоже его здесь закрашиваю. Но в целом здесь больше такой, ближе к оранжевому этот тюльпан, что-то среднее между желтым и оранжевым. И я в этой композиции не закрашиваю фон, потому что мне кажется, он здесь слишком активный, он много рефлексирует здесь. И он немножко теряется на его фоне сам букет. Мне хочется, чтобы остался все-таки белый фон, поэтому я его и в своем тренировочном скетче. Я прорисовала уже и светлым, и средним, и темным желтым, не одним. И вот здесь вот фактически я уже прям перекрываю, но здесь еще зайдет у нас сейчас и оранжевая серия маркеров. То есть желтый это просто такой вот 391, это темный желтым уже, да. Здесь уточняю, здесь где-то вот лепесточек. А если мы начинаем с вами работать от светлого к темному, у нас всегда с вами есть право на исправление ошибки. Вот вы темным что-то, светлым начали что-то маркером прорабатывать, и тут вы понимаете, что что-то куда-то не то зашло, или вот, ну, может быть, что-то форма не та вдруг. Потому что часто бывает так, что ты прорисовал эскиз, и тебе кажется, что все класс, все, беретесь закрашивать. Я взяла светлый желтый, немножко размываю вот этот вот темный, чтобы плавный-плавный был градиент. Но блик при этом оставляю. Теперь я возьму вот такой вот 220-й и проработаю больше оранжевым этот тюльпан. Пока он такой же желтый, как и эти оба. Беру 220-й и уже завожу как бы это в тень, немножко здесь покажу рефлекс. И если не хватит, мы возьмем еще, еще темнее оранжевый. То есть сейчас он у меня плавно... Вот видите, то есть если вот такое вот поэтапное от светлого к темному, у нас всегда есть шанс что-то подкорректировать, да, исправить какую-то ошибку, высветлить. То есть вовремя заметить что-то, да. То есть это очень удобно, это очень добавляет смелости художнику, особенно если вы только начинаете. У меня какие любимые цветы. У меня все, наверное, любимые, не знаю я. Я все люблю. Так, я теперь взяла 179-й. И показываю вот здесь вот уже. Еще больше завожу здесь, да. Еще больше даю оранжевости цветку. Здесь вот показываю вот это вот наслоение лепесточков. Все делаю тоненьким кончиком. Но смотрите, я прорабатываю все кистью. Вы точно так же можете справиться и с долотом. То есть смотря что, какие у вас маркеры. И обязательно вот рекомендую. Очень красивый у меня курс, потрясающий, с розой живой. У меня таких курсов нету в моем доступе. Это такой вот специальный курс для Doodle & Sketch. И если вы пройдете эти уроки и прорисуете, то у вас прям ваш аккаунт, конечно, засияет. Роза – это одна из таких сложных цветков. Тоже очень вам рекомендую. Потрясающий такой курс. И как работать с зеленью, и как работать с розой, и при этом с достаточно ограниченной палитрой. Так, пока оставляем, да. Мы потом с ним еще, возможно, вернемся к нему. Еще немножко здесь более плавные градиенты здесь оставлю. Главное, чтобы везде было все плавненько. То есть, смотрите, чтобы не было таких рваных, острых краев, чтобы не было таких вот прям четких контрастных линий. Везде идут все-все-все плавненькие переходики. Вот опять темным оранжевым, 179-ым таким. Я немножко еще добираю. Еще такое свойство. Маркер подсыхает и высветляется. Но мы еще к этому вернемся, поговорим об этом. Но на этом этапе пока оставим. Вот у нас уже с вами половина тюльпанов прорисованы. И мы идем с вами вот сюда, к розовому. Для розовых тюльпанов я взяла 351-й, 352-й, 353-й. Это будет вот этот тюльпан. Вот он у меня, вот этот. Для этого еще будут понадобиться более яркие оттенки. Я беру 351-й. Он очень-очень нежный, очень светленький, хороший. И я его весь перекрываю. Несмотря на то, что мы смотрим на референс, нам кажется, что здесь есть какие-то белые блики. На самом деле они розовые. Они все равно розовые, просто очень нежные. Во-первых, здесь все вокруг розовый фон. Все рефлексирует очень здорово. Я просто закрашиваю весь тюльпан. Видите, достаточно быстрыми, уверенными движениями, мазками. Но опять же, точно так же. То есть в глубине к теням понасыщенней. И уже потом вторым слоем я смотрю, где идут более темные пятна. Во-первых, тут отличие расцветки. Плюс еще нет половины оттенков. Можно в тюльпанах заменить, вплоть до голубых. Подбирай то, что есть. Так, и здесь теперь тоже прохожусь. Тюльпаны здесь такой творческий порыв, что здесь можно с разной цветовой палитрой выходить из положения. Ну вот, в общем-то, смотрите, я одним маркером уже задала уже какую-то форму. Здесь единственное, что, смотрите, рефлексирует на этот цветок, на этот розовый тюльпан, точно так же идет отражение от этого желтого тюльпанчика. Поэтому здесь можно тоже немножко подлить этого желтого. Вот так оно все между собой взаимодействует, рефлексирует. И чем больше мы этих нюансов заметим и добавим в свою работу, тем гармоничней, реалистичней и живее будет ваша работа. И теперь я беру 352-й, уже такой потемней, и начинаю здесь уже идти по таким самым темным пятнышкам. Да, где-то вот по самым таким контрастным. Где-то здесь что-то, да, смотрим. И здесь точно так же я говорила про этот цветок, да. Я беру 351-й и на него тоже такой рефлексик отдаю. И получится такой немножко оранжевый оттеночек, розовый с желтым. Смешиваете, дает такой тепленький. Спасибо большое, очень красиво. Я стараюсь. Там тоже вы можете вот эти вот, серединку вот этих вот, этого цветка внимательнее рассмотреть и проработать. Вот я добавляю более контрастно. И теперь 351-м. Нет, нельзя. Испортите бумагу и работу. Можно ли, если нет блендера, смоченный спиртом и ватным тампоном? Нет, нельзя. Нельзя заправлять спиртом маркеры и нельзя вообще их смешивать. Потому что здесь связующие, это не просто такой стопроцентный чистый спирт. Это спиртовая основа. Но связующие там, которые пигменты эти связывают, там состав нечистый спирт. Поэтому вы можете испортить и рисунок. Ну, то есть испортите, да. И будете потом расстраиваться. Так, вот здесь вот немножко усилию тень. Ну, вот смотрите, чтобы оставался цветок нежный, можно без каких-то слишком резких контрастов оставить вот как есть. Сейчас беру светлый розовенький и немножко это все. Видите, как размываю поверх темного немножко, размываю светлым. Получается плавный переход. Вот, это очень важно в такой маркерной живописи. Теперь пойдем вот к этому, раз мы уже розовыми работаем, пойдем вот к этому вот тюльпану. И точно так же я его начинаю закрашивать. И вот смотрите, здесь вот эта часть, она практически такая, ну, очень еле-еле-еле светленькая. Я точно так же сверху вниз на вылет вот так вот маркер, чтобы здесь он легче всего внизу, легче всего касался бумаги. И поплотнее кверху. Таким образом и быстро, да, вот рука сейчас движется так, как если бы я штриховала что-то на мольберте. И дальше уже можно опять же наметить этим же маркером, особенно если он подсохнет, уже какие-то такие более вот эти цветовые пятна, теневые пройтись, да. И пока он влажный, тоже можно, берем уже понасыщенней, да. Пока он влажный, он очень хорошо расплывается. Это прям такой вот тоже прием. То есть бывает, наоборот, нужно подождать, пока подсохнет маркер. А бывает, наоборот, нужно быстро-быстро-быстро, пока он не высох предыдущий слой, поработать по верхнему слою. Но это все с практикой вы начнете замечать, да, и начнете этим пользоваться. Смотрите, я на вылет и уже прорисовываю здесь так прям четко виден, видна текстура цветка. И я ее уже здесь немножко имитирую. Очень легко, особенно если листочек чуть-чуть отрывается от стола, он такой как в невесомости, да, и у меня рука очень легко, покасательная и работает по бумаге, получаются легкие-легкие движения. Вот такие получаются уже фактуры. Здесь нужно, конечно, наработать, наработать здесь нужно руку, да, то есть это тоже такая тренировка. Вы даже можете вечерами, если у вас рука не натренирована, не поставлена еще, тренируйтесь по вечерам. Взяла темный розовый и еще добираю тон. Да, вот здесь вот с теневой стороны смелее. Здесь захожу. Тренируйте руку. Это очень важно, когда рука не дрожит, когда она уверена, когда ваша штриховка идеальна. Потому что, когда учишься в академии, ставят руку именно за счет штриховки. То есть вы рисуете там по 9, по 13 часов одну постановку. Там, конечно, много чего изучается, но вот эта штриховка, это именно сразу у вас рука натренировывается, то есть мышцы запоминают эти движения. Я взяла уже темный, 354-й. Холодный оттенок, потому что в тенях при теплом солнечном свете в тенях будут холодные оттенки. Вот я беру вот этот 354-й. Хорошо, хорошо. Привет, привет. Хорошо, рисуйте. Главное, чтобы запись сохранилась. Я надеюсь, что все будет хорошо. И вы порисуете. Порисуете. Я уже говорила, что нужно придумать какой-то хэштег. Я выложу пост, наверное, после этого. И напишу, какой хэштег, чтобы вы выкладывали работу, чтобы я по нему лайкала и, может быть, еще какой-то от себя бонус для вас придумала. Для тех, кто хочет научиться рисовать, для тех, кто рисует, кто осваивает маркеры, я тоже от себя такое поощрение какое-нибудь придумала. Вот такие уже более темные. Но, смотрите, я вот здесь вот тоже пока страшновато как бы такой брать контраст, но на самом деле здесь контрастный, контрастный такой тюльпан. И я беру 353-й, темный розовый. И вот здесь вот его прям развожу немножко, растворяю. Вот бумага нам позволяет сделать этот эффект. Я прям поверху растворяю этот яркий, такой бордовый. И начинаю размывать этот темный, да, и таким образом он прям хорошо так, как родной, ложится на этот тюльпан. Получается все очень красиво. И пока, опять же, эта часть влажная, можно еще 354-м немножко по касательной здесь пройтись. И вот здесь уже, не доходя края лепестка, он уже так поуверенней. И получается, то есть вы представляете, тюльпаны, они могут быть неоднородной расцветки, не просто розовый или желтый, а где-то розово-желтый, с вкраплениями красного, то есть какой угодно. И вот, скорее всего, здесь тоже такой идет тюльпанчик. Вот, и все получилось очень хорошо. Вот здесь вот можно каким-нибудь желтоватым, светлым оттенком. Здесь тоже есть такой рефлекс немножко. Ну, можно желтым, можно каким-то телесным, светлым самым здесь добавить. Ну, вот что можно взять. Я возьму немножко желтенького, нашего самого светленького. И вот здесь вот тоже чуть-чуть этим желтым я тепла добавлю, потому что здесь тоже везде есть рефлексы. И вот здесь чуть-чуть добавлю. Немножко утеплю. Да. Ну, у меня сейчас эфиры очень часто идут. Вот в последнее время я прям эфир за эфиром. Мне кажется, раньше так никогда я не много их не проводила. Хотя я люблю сама проводить эфир. Я немножко светлым розовым дотягиваю. И здесь немножко. Так, ну, в общем-то, пока можно оставить. Вот здесь, где есть какой-то резкий переход, я его размою, да, чтобы ничего мне не лезло в глаза. И даже можно пока вот здесь вот влажненько все-таки чуть-чуть компенсации такой сделать еще яркой с этой стороны. И тоже размываю. Посмотрите, как работает. Вот чтобы вы прочувствовали, да, что я делаю. То есть он был яркий, насыщенный, вырви глаз. Такой мы не оставляем. Я его просто аккуратненько размываю. Получается намного интереснее. Если где-то что-то перетемнили, у нас всегда есть белый пастельный карандаш. Мы потом еще им поработаем. Вот. И теперь переходим вот к этому интересному красному цветочку. У меня для него заготовлены 404-й. И можно взять 140-й и тот же 354-й похолодней. Да. Ну, основу заливаем достаточно сразу ярким, насыщенным. Я изначально, когда его рисовала, начинала. Даже здесь можно, вот видите, такой оранжевый. Я думаю, что можно сразу его взять 179-м. Вот таким. Вот 179-й, потом 404-й. То есть вот оранжевый такой, красный. Ближе к оранжевому такой, сочный. И уже холодные для теней. Вот эти два оттеночка будем использовать. Вот. Так что заливаю 179-м таким оранжевым. Видим там такие вкрапления. Пока заливаю. И сразу, видите, у меня уже рука сама начинает прорабатывать тени. Да. То есть где я вижу насыщенные, уже такие теневые или такие более насыщенные пятна, я уже их прорабатываю как бы вторым слоем. А там, где у меня идет блик, свет. Пастельный карандаш у меня крытоколор. Вы можете брать пастельный карандаш, ну, поискать, поэкспериментировать, потому что каждый художник для себя находит что-то свое. Ну, вот я как-то открыла для себя крытоколор. Особо у меня тут выбора не было, когда я их искала. Перепробовала кучу всякую этих карандашей. И только на крытоколоре я уже реально остановилась. Пастельный карандашик. Вот. Он у меня уже тут сточенный. У меня есть где-то и новый. Вот так вот выглядит этот карандаш. Он везде продается поштучно. Вот. Вот такой вот первый слой оранжевого цветочка. Теперь я беру 404. Ну, и по аналогии, да, начинаю подкрашивать. И оставляю места бликов, да, засветов. Вот так вот аккуратненько вливаю. И все вот такими, смотрите, полосами как бы, да. Вот здесь тоже пройдусь. Прямо практически вот этот вот цветочек здесь можно его закрасить. Так. И там, конечно, еще потом холодными бордовыми добавим. В тенях вот с такими красными какими-то ягодами или цветами вот хорошо работают коричневый карандаш. Тоже кратоколор. Потом мы к нему еще вернемся. И хорошо работают сиреневые карандаши. Тоже попробуйте. Но не используйте вот в фудскетчинге, в цветах не используйте для теней серые оттенки. Потому что есть риск сделать грязь. Вот. Поэтому здесь будьте осторожны. Я сейчас беру такой холодный 354-й каратоколор. Вот этот. И уже вот здесь немножко добавляю, да, холодочка. Начинаю больше прорабатывать вот эти вот. Похолодней тени. Здесь вообще можно прям перекрыть. Ну, смотрите, прям, чтобы не было какой-то прям такой однородной заливки, да. Но нету такого, чтобы прям у нас на какой-то предмет прям одинаково падает свет. Всегда какие-то есть изъяны, да. Всегда есть где-то больше тени, где-то больше света. То есть вот следите за каждым пятнышком. Я всегда говорю ученикам своим, научитесь мыслить пятном, да. То есть научитесь видеть это пятно. Научитесь разглядывать в отражении цвета. То есть это тоже придет со временем. Я тоже когда-то не умела, не понимала, как это видеть пятно, как это. Потом на живописи в Академии я рисовала металлический чайник. И меня преподавательница просто подтянула к этому чайнику и говорит, вот видишь здесь синенькое отражение? Гляну вижу. Она говорит, вот и рисую его. Вот видишь здесь вот мы стоим? Я говорю, ну да, она говорит, вот нас и рисуй. И вот только тогда до меня дошло, вот как нужно мыслить пятном. То есть все, что мы видим, так мы это все туда и переносим, да. Ничего не додумываем сами, ничего не... Наш глаз нам сам все расскажет и никогда не обманет. Так, и я взяла 140-й вот этот вот. Привет, привет, кто присоединяется. Такой поток. Кто-то приходит, кто-то уходит. Так, и здесь вот я уже прям могу чуть-чуть так понасыщеннее добавить. Ну и не сильно, да. И уже будем переходить к вафелькам. И чуть-чуть, тоже, чтобы не было резкого перехода, 354-м вот этим холодненьким немножко размываем. То есть тут у каждого лепесточка есть форма, есть объем. Мы это все замечаем и прорабатываем. Можем пробежаться где-то еще здесь. Так, и вот здесь вот тоже можем уточнить форму цветка. Вот когда оно подсыхает, уже мы как-то больше можем проанализировать. Which brand of colors you use? Fine color. Я не очень с английским. Ну, читать читаю, понимаю, но не говорю. Ну, иногда. Так, вот такой вот уже у нас букетик получается. Мы, если где-то что-то еще увидим, да, где-то что-то нам надо будет добрать. Вот, например, вот здесь вот больше мне хочется перекрыть зазор у наших тюльпанчиков, да, вот чтобы вот этот тюльпан немножко наехал на этот. Он чуть-чуть у меня здесь не дошел. И вот так вот здесь вот хорошо. Хорошо. Немножко можно здесь тоже влить оранжевенького рефлексика. И вот здесь вот тоже проработать. То есть вот подсыхает, немножко высвечивается маркер, и я начинаю видеть, где мне чего не хватает. Вот, и я доработала вот этим вот оранжевым таким, вот которым мы заливали вот этот цветок. И таким образом тоже идет гармония. Да, мы не набираем миллион, оттенков, да, мы работаем нашим таким достаточно ограниченным набором. И светлым 223-м, то, что я здесь добавила, я немножечко вживляю, да, разбавляю чуть-чуть, чтобы оно не было таким... Мне кажется, у меня очень плохо получается. Но нужно будет еще, значит, потренироваться, и все получится. Ну, в принципе, здесь сложного особо ничего нет. Так, теперь смотрите, я хочу сразу... Мне в прошлый раз этого не хватало. Я беру ПГ-39, вот этот вот оттенок, и я заполняю здесь вот эти вот дырочки, чтобы у меня не было белых участков бумаги. Я уже здесь немножко поработаю с вот этой контрастной тенью, которая идет у нас в рожочке, в этом вафельном. Я немножко здесь закрываю. Ну, то есть, чтобы уже не возвращаться, как бы идем сверху вниз, да, и спускаемся сюда. Аккуратненько закрашиваю, и сразу тогда возьму стебелечек. У меня всего лишь один оттенок здесь. Я его здесь сразу, этот стебелек такой холодный, спокойный, нейтральный, такой зеленый оттенок, хороший, очень люблю его. Пыльноватый такой, немножко грязноватый. И смотрите, здесь можно ему чуть-чуть дать желтенького, да, то есть вот как смешиваются маркеры, да, если у вас какого-то оттенка не хватает, очень можно здорово здесь поэкспериментировать и понамешивать из того, что есть. И теперь в 39-м я здесь немножко стебелек этот растворяю там в тени, да, то есть какой-то фрагмент торчит, виден, да, чуть-чуть на него луч света падает со стороны света. Я еще раз в 39-м прохожусь, и вот здесь вот, например, да, немножко в 39-м захожу на тюльпанчик, немножко тень, да, чуть-чуть можно здесь пройтись по теням, по каким-то. Он такой хороший оттенок, нейтральный, но аккуратно. Вот здесь вот я специально написала 38-й, он посветлей, чтобы дать немножко вот здесь, да, и немножечко я как потеряю здесь контраст вот этого желтого и темного, да, и завожу чуть-чуть здесь в тень. Вот. Можно чуть-чуть то же самое сделать и здесь. И потом уже мы с вами перейдем к вафельке. Но с вафелькой сильно долго мы тоже возиться не будем. Так, я беру 41-й маркер. Самый темный вот этот. Они не мараются. Что значит не мараются? Не очень понимаю такое. Не мараются, не пачкаются или что? Маркеры. Не очень поняла. Так, чуть-чуть, смотрите, я очень аккуратненько. И чуть-чуть не дохожу до края вот этого вот нашего цвета. Вот он такой уже контрастный. И вот здесь. Вот здесь вот не дохожу до края. Там немножко дадим рефлекса такого красноватого. Оранжевого. Я рисую на бумаге. Не в скетчбуке. Я рисую на бумаге Color Copy Mondia. Мне так на эфирах удобней, чем в скетчбуках. Рука не цепляется. Я не сбиваю скетчбук таким образом. То есть удобней мне. И я взяла опять светлый 39-й и немножко вот этот край. Ну, как обычно, да, чтобы не было контрастных линий. Обрабатываю. Вам, возможно, это не так четко видно, но я это вижу, я это уже чувствую и знаю. И я это смягчаю, эти края. Немножко еще чуть-чуть добавляю тени. Вот. И, в общем-то, у нас уже здесь наверху вполне себе самодостаточная работа получается. И теперь переходим к вафельке. Я еще немножечко пройдусь клячкой. Немножечко, да, какие-то контрастные моменты. Сам грифель, а другой цвет? Нет. Нет. Бывает, что есть какой-то вот, может быть, бордовый может пачкать. Может. Вот эти не пачкают никогда. А бордовый может размазаться. С черным я никогда не работаю, но тут уже вы с практикой посмотрите, да, какими вы, какой палитрой вы будете работать. И аккуратненько просто пробовать. Бордовый может, да. Может и маркер подзапачкать, если более светлым каким-то проводите. Сейчас я взяла 414-й вот этот вот оттеночек. И уже, смотрите, полностью закрашиваю рожочек. Чаще всего страдают маркеры, когда наконечники маркеров, когда проводишь наконечником по белой гелевой ручке. Вот иногда надо перекрыть белую гелевую ручку. И вот тогда бывает, что может немножко грифель пострадать. Вот, например, у меня... Сейчас вам покажу. 220-й. Так, вот здесь вот еще хотела сделать такой рефлекс. Да, я взяла сейчас 218-й. Немножко здесь такой вот вымываю, да, чуть-чуть цвет. Чуть-чуть покажу его. Вот, теперь опять возвращаюсь к 414-му. Вообще, светлый маркер, он вымывает темный. Удобно маркерами, очень можно хорошо приноровиться работать и не бояться каких-то ошибок сделать. То есть, светлый маркер вымывает темный. Блендером можно вымыть пятно, если нечаянно что-то мазнули. И я очень часто путаю маркеры. Вот могу рисовать каким-то... Вот теперь я рисую рожок, а под рукой лежит какой-то зеленый. И я раз, хватанула и мазнула. Вот это пятно, в принципе, вполне реально вывести. Но при условии, что у вас вот такая вот бумага, которая позволит вам это сделать. Вот, неравномерно. Особо не стараюсь тут над равномерной заливкой. Закрасила рожок. И теперь можно наметить вот этими вот линиями. Сейчас уберу выкраску, чтобы она мне не ездила. Можно сразу еще раз пройтись по теневой стороне. Но смотрите, я уже не дохожу до края. Показываю толщину вафельки. Чуть-чуть не дохожу. У нас тень эта идет примерно до середины. Как вот у цилиндра работает свет и тень. Усиливаю здесь. И вот дальше у меня чуть-чуть еще есть наметочки. Моей вафельки. Я немножко ее начинаю здесь уже прорабатывать для себя. Опять же, смотрите, я работаю одним маркером. Одним. Но уже объем уже появился. Чуть-чуть здесь должно подсохнуть. Иначе я не увижу. Расползется мои наметочки вот эти. То есть идет наслоение маркера до трех слоев. Потом уже это не будет так ощущаться. И вот такими же. То есть у меня уже сразу и начинает появляться толщина вот этих вот клеточек. А потом уже поработаем с тенями и с объемом. Если бы было сразу проработано карандашом. Ну, мне вот что не понравилось, когда я первый раз прорисовывала эту вафельку. Не понравилось то, что карандаша слишком. Слишком виден карандаш. А теперь я возьму потемней. Возьму 173. Вот такой вот оттеночек. И уже буду работать с вафельками. Вот смотрите, что нужно здесь учитывать. Мы берем с вами и видим, да, что вот эти самые полосочки, да, они как бы на свету. У них есть объем. И на них тоже падает свет. И у них тоже есть тень. А сами вот эти вот клеточки, вафельки, они самые темные. Они находятся как бы в глубине. Вот мы эти клеточки сейчас в 173 и будем прорабатывать, исходя из наших вот этих вот наметочек. Ну, опять же, вот здесь вот, видите, он подсох. Можно еще раз уточнить для себя. Наши. Вот так. Чтобы мы не потеряли суть. Вот видите, я уточнила. Я все работаю одним маркером. Без карандаша. И пока он такой влажный, мы там все видим. Я теперь вот здесь вот по теневой стороне, 173, заполняю эти клеточки, да, и избегаю, не наступаю на саму толщину линий, да. То есть, понимаете, вот они, эти клеточки. Где-то там оно не доходит, где-то там не совсем прям точно. Главное уловить структуру поначалу. И по теням более плотненько, вот так вот мы прорисовываем прям, да. Ну, прям стопроцентную точность тут не нужно соблюдать. Но чтобы был ритм, да, как нужен, чтобы клеточка вафелька читалась, да. Здесь вафелька наша важна все-таки. Вот, но опять же, этот маркер подсохнет. И можно еще поработать вторым слоем. Так. Можно форму более четкую. То есть, насколько уже вы хотите более усидчиво посидеть, позаниматься, повырисовывать эти вафельки. И вот теперь, смотрите, у нас здесь идет немножко вот тут вот так вот можно прорисовать. Вот. Я не боюсь здесь что-то, что-то прям испортить или еще что-то. Теперь я больше по вот этой вот стороне до самого вот этого конца не дохожу. Вот здесь вот видите, уже больше. Но тоже здесь можно закрашивать еще полностью вафельку, а уже вторым слоем здесь еще раз пройтись. Такую работу вполне можно вообще было рисовать каким-то одним маркером. Все вместе с... Не используя карандаша. Но когда мы начинаем, карандаш это такой важный атрибут для начинающего художника. Я, в общем-то, все эскизы работаю с ними, только с карандашом. Хотя иногда очень хочется не... Вот вторым слоем я теперь прохожусь, более вот тут вот тень больше прорабатываю с этой стороны. Где-то можно показать... Ну, то есть, повнимательнее посмотреть за вафелькой. Ну, на самом деле, в вафельке здесь просто сильно не заморачиваться. Да. Так. И здесь тоже показать не очень сильно, потому что здесь все-таки на свету у нас идет эта часть. Но показать вот эти вот тенюшечки надо, да. То есть, сразу у нас вафелька такой становится вафелькой. И немножко берем 414, наш самый первый. И здесь можно чуть-чуть, чтобы не было какого-то такого прям раз и палка откуда-то нарисовалась. Ну, немножко тоже вживляем, немножечко ее здесь растворяем. И получается более естественная такая вафля. Опять же, не забывайте, что вы рисуете. Прежде всего, это творчество. Вы должны получать все-таки от него удовольствие, а не напряг. Поэтому, ну, не получилось. Возьмите что-то похожее. Я, например, не люблю перерисовывать одно и то же 500 раз. Если... Ну, очень редко у меня бывает, когда не идет работа. Очень редко. Я пытаюсь понять, почему она не идет. Возможно, ракурс какой-то не тот, если с натуры рисуете, да. Или... И вот, смотрите, я теперь немножечко 414 еще раз прохожусь, усиливаю здесь, показываю толщину вафли. Вот здесь вот немножечко. И чуть-чуть вот эти вот еще полосочки еще немножко вот так вот догоняю. То есть как-то их объединяю немножко. Вот, получается, что здесь уже у нас свет, здесь у нас уже тень. А, как же это красиво и аппетитно. Спасибо большое. Ну, я надеюсь, что эти тюльпаны... Ну, тут как бы тут по референсу видно, что живые тюльпаны. Что это не мороженое. Но все равно реально вот какая-то идея такая очень красивая. Я давно смотрела на подобные референсы. Я вот, видите, третьим слоем еще прохожусь по теневой стороне. Уже совсем к свету я не буду выходить. А здесь можно еще добрать немножко. Вот. И, в общем-то, вафля уже наша хороша. Смотрите, в данном случае у нас настолько уже все самодостаточно, да, что мы... Ну, здесь нет большой нужды брать какие-то карандаши, гелевые белые ручки, да. Мы настолько учли все блики, переходы, да. У нас каждый цветок очень красивый. Что если я сейчас начну добавлять белую гелевую ручку, хотя я о ней писала, мне кажется, это немножко от реализма нас оттолкнет. Вот, например, я здесь, вот в этой работе, я взяла, поэкспериментировала. Видите, я провела здесь на переднем плане, в переднем цветочке белой гелевой ручки. Мне не понравилось, поэтому здесь я этого делать не буду. Но я хотела сделать на этом акцент и вам это показать. То есть лучше, лучше продумайте изначально. Вот, вот здесь вот я чуть-чуть, вот этим 173 тоже цветочек перекрою, да, вот этот стебелек. Вот, и здесь можно 414-м показать тот самый рефлексик. Вот здесь. Вот мне его не хватало. Я здесь чуть-чуть по нему пройдусь, да. А это будет только еще больше, плюс гармония. Вот. Ну и вот такая вот уже у нас вафля получилась. Если, например, хочется еще больше тут какой-то тени добавить, да, с этой стороны, ну, можно еще пройтись по вот этим, по буквально каким-то верхним. И в 114-м здесь, видите, вот так вот просто еще раз, еще раз до вот этой центральной части, да, по правилам цилиндра немножечко, еще до затемнили. Чуть-чуть показали вот эту тень. Вот. То есть доработали. Вот такой вот скетч. В принципе, мы с вами управились за час с небольшим. Вот. И это очень-очень неплохой результат. Вот. Советую вам, если вы хотите продвигаться, начинайте. Вот просто берите референсы на Пинтересте и пробуйте рисовать вот такие простые сюжеты, от которых вы не будете уставать. А потом уже постепенно-постепенно ставьте для себя новые задачи. Увеличивайте референс, увеличите количество деталей. Ну, берите какие-то текстуры новые, да, дерево, попробуйте его пририсовать, камень. То есть все-все, что нас окружает, это все, конечно, текстуры. Но вы для себя ставьте сначала простые задачи. Вот это вот достаточно простая задача. Вот если у вас уже начнет получаться, постепенно можно набирать, набирать, набирать какие-то уже усложнять для себя именно рисовальные такие цели. И будет все получаться. Вот. В общем-то, я думаю, что можно заканчивать. Но единственное, что я еще говорила, что покажу вам про карандашик. Вот такой вот карандашик еще есть, Кретоколор. Он идеален для доработки деталей, да. То есть вот, например, здесь. Ну, я опять же говорю, здесь мы настолько сейчас все я хорошо проработала, что здесь карандаш как таковой не нужен. Но бывает так, что нету какого-то насыщенного или хочется все-таки контраста добавить, чтобы не выцветал маркер. Я беру тогда какие-то самые контрастные моменты, чуть-чуть усиливаю карандашиком, да. Чуть-чуть, очень аккуратно. Чем хорош карандаш? Перетемнили, стерли ластиком. Не дотемнили, взяли и дорисовали, да. Вот. И вот так вот тоже регулируете нажим карандаша. Можете потренироваться на отдельном листочке, как работать карандашиком. Градиент такой от самого светлого до самого максимально темного, что может этот карандаш. Тоже тренируйтесь. Как чернографитным, знаете, растяжки от самого светлого до самого темного. Со штриховкой, просто тоном, разные виды заливок. Так же и здесь. Вот я чуть-чуть усилила, видите, немножко заиграл контраст больше. И точно так же можно вот с этими вафельками, да, тоже чуть-чуть, чуть-чуть. Где-то какие-то нюансы, точечки, да, какие-то там. Можно взять не этот карандаш, можно расширять свою палитру карандашей. Карандаши отлично сходятся, сочетаются с маркерной живописью. Хорошо рисуют по маркеру. И, допустим, если какой-то оттенок, вот вам он хочется, вы его наносите, свежий маркер, да, но он высыхает, он так как будто бы выгорает немножко. Тогда карандашом можете чуть-чуть пройтись. Но главное, чтобы он сильно не лез, что это прям карандаш. И вы просто доработаете этот контраст, и вам не нужно будет уже к этому возвращаться. Карандаш в этом случае вас выручит, да, чтобы вы 150 раз не возвращались к этому моменту. Вот. Сейчас посмотрю, какие есть вопросы. Спасибо большое. Очень круто, понятно и лаконично. Я очень стараюсь. У меня, в общем-то, опыт преподавания уже такой немаленький относительно. Ну и плюс мне очень повезло с преподавателями, когда я училась в академии художественной. Вот спасибо и им. И, в общем-то, ну, наверное, преподавателям это тоже, знаете, как-то свыше даётся, что когда человек любит учить, преподавать, даже не учить, а знаете как, мне всегда хотелось, мне всегда хотелось, я видела недостатки у других, да, и видела, что вот, ну, не дотягивают, не дообъясняют сути. Мне всегда хотелось людям показать эту суть, ученикам, кто начинает, но не понимает, в чём задача. И вот я стараюсь всё-всё проговорить, чтобы какой-то, если вопрос возникает, я наперёд читаю ваши мысли и стараюсь вам, вам это сразу на этот момент раскрыть глаза, скажем так. Так, у меня ещё одна проблема, я тогда выбираю референс, у меня глаза разбегаются. Ну, у меня тоже разбегаются, у всех разбегаются. Сейчас очень много красоты выкладывают профессиональные фотографы, но надо на чём-то останавливаться и делать выбор, да. Но начинать с простого, чуть ли не с листочка. Для первого раза у меня неплохо. Ну, отлично, тогда надо выкладывать в аккаунт и отмечать меня, отмечать Doodle & Sketch. Спасибо большое, Doodle & Sketch, за приглашение, мне было очень приятно. И, конечно же, мне будет приятно, если вы захотите продолжить развивать цветочную тему, потому что ботаника – это непростая тема. Да, именно вот эти плавные переходы, как работать с цветом, с цветовым пятном, со светом и с тенью – это тоже такая задача. И мой курс есть, который состоит из четырёх уроков. Есть на сайте у Doodle & Sketch, на котором на этом курсе мы рисуем маркерами реалистичную розу. Очень красивую, живописную. Вот, я объясняю, как максимально, вот какие ракурсы. То есть у меня там роза в двух ракурсах, и отлично этот курс подойдёт и начинающим художникам, поэтому очень рекомендую. По подписке вы можете пройти этот курс и получить огромное удовольствие. Я очень люблю эти уроки, очень люблю их, очень люблю эти референсы, эти розы. Поэтому добро пожаловать. Так, спасибо большое, девочки. Я тоже всех благодарю, кто пришёл. Напоминаю, что мой аккаунт, да, вот такой вот. Вот так вот он называется, но я думаю, все вы это знаете. Везде, везде есть отметки меня, поэтому заходите, смотрите. И я в ближайшее время, может быть, завтра выложу пост, вот, про наш эфир. И там напишу хэштег, по которому буду ждать вашей работы. Так что спасибо всем большое, кто пришёл. Я буду завершать и сохранять эфир. И все вопросы вы можете по курсу, ну и вообще любые вопросы можете задавать мне, можете писать директ в Doodle & Sketch, и вам обязательно все помогут. По поводу ещё эфиров, я не знаю, как здесь. Конечно же, будут, и у меня будут эфиры. И как же без них, конечно же, будут. Год ещё только начался, поэтому будет много интересного. Всё, ребят, спасибо большое, Олечка, спасибо, спасибо за чудесный урок. Я надеюсь, что всем урок понравился, и буду ждать очень ваши тюльпаны. Всё, ребят, всем пока, буду сохраняться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!